здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня пятница заканчивается текущая торговая неделя поэтому мы обсудим те события которые произошли на рынке за предыдущую неделю как рынки движутся ну и поговорим конечно о том что ждать от нонфармов которые будут опубликованы сегодня но прежде мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится вопросы как всегда оставляйте в комментариях и так сегодня рынки ждут публикацию данных по рынку труда нонфармов будет опубликована сегодня в начале недели мы видели снижение на фоне заявления джанет елен о том что она видит необходимым в скором времени повышение процентных ставок рынок скорректировался но фактически уже ключевые фондовые рынки уже вернулись к тем уровнем с которых как раз эта коррекция началась поэтому мы можем говорить о том что коррекция была на оккупирована и фактически тенденция восходящий у нас продолжается соответственно сегодня будет опубликованный нонфарм пирал рынки ждут позитива во-первых предыдущее количество новых рабочих мест было 916 тысяч то есть почти миллион и в этот раз мы ждем еще 978 тысяч то есть почти еще 1 миллион рабочих мест плюс в этом случае безработица ожидается снижение с отметки 6 процентов до отметки 5 8 и это фактически ключевой момент за которым сейчас рынке следят и почему это важно потому что у фрс до ключевая стратегия как раз процентных ставок она связана с тем что не будет никаких действий по крайней мере как заявлял пау пока безработицы не придет норма для них это как раз ключевой уровень и уже после этого а инфляция которая должна быть разогнана да с учетом тех стимулирующих мер которые были на рынок она уже может начаться снижаться то есть тогда уже начнется на период повышения процентных ставок конечно это может отразиться негативно на фоновом рынке но пока этого не предвидится рынок постепенно планомерно право и продолжает восстанавливаться мы видим и довольно таки активную вакцинацию да в сша что собственно дает возможность и создавать новые рабочие места и уже восстанавливаться для экономики поэтому скорее всего никаких сюрпризов мы сегодня не увидим скорее всего рынок продолжит также расти как и он рос начиная со второй половины этой недели и соответственно сюрпризы здесь могут только дать те компании которые в сезоне отчетов до читаются сегодня при этом одна из компаний которые я также давно держу которая показывает на самую большую просадку моем портфеле эта компания никола но посмотрим вряд ли они конечно скажут о том что они что-то заработали то есть компания все еще очень сильно убыточная да то есть выручка она крайне мизерно по сравнению с тем какая у компании капитализация но возможно они скажут о тех планах которые есть тем более что на буквально вчера появилась новость о том что компания получила пресс-заказ на на свои грузовики от американской транспортной компанию посмотрим как они отчитаются возможно какие-то сюрпризы мы увидим теперь давайте посмотрим что у нас происходит на рынках и начнем как всегда с валютной пары евро доллар а по евро доллару в целом у нас просматривается восстановление как раз восходящего тренда мы смогли закрепиться выше уровня 1.20 собственно на этой неделе был обратный ретест к этому уровню и фактически сейчас мы ожидаем продолжение как раз данного роста то есть уже на уровне 1.2150 1.22 собственно движемся в рамках этого тренда и в качестве как раз спекулятивной идеи на присоединение как раз к этому тренду у нас была коррекция дата от отметки 1.2150 до уровня 1.1990 вот как раз вчера она завершилась цена смогла закрепиться выше максимум который мы видели 5 мая собственно здесь я для себя поставил отложенный ордер на тот случай если будет еще одна волна коррекции в рамках вчерашней торговой сессии то к этой позиции я тоже присоединюсь и здесь цель по прибыли как раз стоит ну именно take profit это максимум 29 апреля то есть в рамках данного как раз а тренда который сейчас сформировался новый восходящий я вижу для себя вот подобную сделку и фактически это пока единственная сделка на эту неделю которую я для себя планирую торговать по британской валюте также здесь мы видим попытки на продолжение восходящего движения но здесь опять же тоже больше виден боковик до сверхней границы 1 на 40 а нижняя граница 136 и сейчас мы торгуемся вблизи верхней границы поэтому здесь покупки они не оправданы поэтому здесь или покупать вблизи области поддержки или уже заходить после того как цена сможет пробить отметку 140 поэтому здесь продолжаю только наблюдать никаких сделал пока открывать не буду а пар американский доллар канадский доллар не начала коррекцию собственно здесь я тоже делал ставку на то что от уровней начала как раз этой неделе мы начнем коррекционно восходящее движение это была более рискованная сделка против тренда она уже закрылась мы собственно здесь опять же видно что тот стоп-лосс который сработал он а фактически ограничил мои убытки потому что они если бы я не использовал стоп-лосс они могли быть гораздо больше поэтому из этой позиции вышел и здесь просто продолжаю ждать соответственно тренд пока сохраняется нисходящую собственно здесь ничего не меняется уже достаточно долго и новые сделки здесь могут появиться только после того как я может возникнуть здесь восходящая коррекция поэтому продолжаем следить а пара американский доллар японская иена здесь последние пару недель мы видим как раз восходящее движение на укрепление американского доллара а вполне возможно что будет переход фазу как раз снижение но опять же здесь мы находимся тоже в таком в боковике фактически середина канала то есть если уж покупать то в области там 107 50 а продавать ближе к отметке 110 то есть неинтересным кажется мне текущей ситуации потому что тренд как и восходящий пока не оформился так и нисходящий пока не получил подтверждение а по паре австралийский доллар американский доллар также похожая ситуация с боковиком который мы видели и на британской валюте и на многие другие то есть вообще сейчас для меня рынок он не очень интересно потому что он не трендовый и фактически сейчас по например по австралийцу мы находимся у верхней границы тренд пока сохраняется восходящий поэтому а продавать здесь точно я не буду если будет еще одна волна снижения в области 582 то оттуда уже на покупки для себя рассмотрю ну и плюс минус то же самое с новозеландцем здесь да есть попытки начала как раз восстановительно восходящего движения но не а торгуемся по вблизи локальных максимум которые мы видели в марте которые мы видели в апреле и опять же заходить на покупку сейчас тоже не самое оптимальное потому что рис прибыль коэффициент он здесь крайне не интересный поэтому здесь тоже эту валютную пару пропускаю и не торгую а золото золото продолжает расти собственно реализовался тот сценарий который я ждал ну к сожалению без меня но тем не менее а тенденция восходящего продолжается и уже мы видим это последние пару месяцев соответственно если будут коррекции коррекция в область там 1750 долларов за тройскую унцу то здесь тоже для себя рассмотрю возможность присоединения как раз по тренду к данной ситуации а индексы на индекс дакс я для себя рассматривал как интересная ситуация для того чтобы как раз перезайти в покупке а после того той коррекции которая была как раз в начале недели но рынок здесь не дал от купили очень быстро то есть фактически после того снижения которым увидели 4 мая на 5 мая уже большую часть этого снижения отыграли и дальше уже движение это продолжено сегодня мы опять подошли к локальный максимум который мы видели в апреле поэтому присоединиться здесь комфортно никакой возможности не было поэтому здесь тоже пока пропускаю и если будут коррекции то буду тоже заходить поиски 500 ситуация тоже похожая тоже та коррекция которая была у нас в начале недели 4 мая а это же достаточно быстро от купили и сейчас как раз движение восходящая а тут продолжается не было но лично для меня вот этот момент той коррекции которая была вчера я пропустил а других уровней для присоединения как раз здесь не рассматриваю но в любом случае основной тренд нас восходящий пока сохраняется возможно мы увидим распродажу там в течение летних месяцев но пока она еще не началась и пока фундаментально мы не видим этому на подтверждение поэтому рынок продолжает расти из той красной зоны который как раз мы были в начале недели мы вышли и вполне вероятно что на отметку 4 250 на следующей неделе мы сможем пойти а нефть марки brent фактически один из тех инструментов которые показывают довольно таки активное движение но опять же мы подходим к области максимально значение которое мы видели в марте поэтому покупки здесь становится опять же менее безопасным потому что покупаем практически по максимальным ценам поэтому здесь пока данную ситуацию тоже не рассматриваю на точки зрения шартов пока нет подтверждения того что у нас тренд или вся а нисходящий поэтому здесь остается только ждать ну и в целом по индексам индекс долл джонс а вчера новый хай обновил новый исторический максимум был показан в отличие от индексы 500 но и индекс nasdaq здесь тоже корректируется вообще по тем акциям а по тем бумагам которые у меня есть в инвестиционном портфеле да из технологичного сектора опять же это коррекция она сохраняется реальный сектор продолжает расти там например компания caterpillar обновляет годовые максимумы а вот компании которые добавлял там outrex apple они все находятся пока в красной зоне но время еще nasdaq а не пришло может быть да будет еще одна волна коррекции но опять же это долгосрочный портфель здесь нужно ждать и я придерживаюсь этой стратегии неделя заканчивается в с одной стороны в позитивной зоне с другой стороны можно сказать что у нас есть неопределенность которая возрастает с точки зрения валютных пар с точки зрения того как дальше будет действовать фрс и когда они начнут повышать процентной ставки когда мы увидим коррекцию возможно это будет как я уже сказал в течение летних месяцев но мы обязательно продолжим за этим следить и продолжим обсуждать наших видео не забудьте поставить лайк если оно вам понравилось вопросы оставляйте в комментариях но мы с вами увидимся на следующей неделе и продолжим разбираться и смотреть что происходит на рынке всем спасибо за внимание и до свидания